Как было сказано в момент объявления дополнения 9.2 Конец Вечности, игроки смогут открыть возможность использования двух легендарных предметов, одну силой рун Ковенанта, а вторую по выбору игрока. Авторы игры рассказали о новом легендарном поясе, который можно будет добыть у новой фракции просветленных брокеров The Red Mortis. Он будет автоматически менять свою силу рун в зависимости от текущего Ковенанта, своего носителя. Из-за добавления свободной смены Ковенанта в вышедшем обновлении 9.1.5, игроки, чьи Ковенантские легендарные предметы являются сильными для их специализации, приходится создавать несколько типов таких предметов под 1, 2 или даже все 4 Ковенанта. Разработчики решили решить эту проблему в обновлении 9.2, добавив новую силу рун новой фракции просветленных. Она будет автоматически мимикрировать в Ковенантскую силу рун текущего Ковенанта персонажа. Если создать легендарный предмет с этой силой рун, то выйдет следующее. При нахождении в Ковенанте ночного народца этот предмет будет давать, например, друиду силу рун небесные духи. Если поменять Ковенант на этом же персонаже новинтиров, то этот же предмет будет давать силу рун греховная истерия. Если сменить Ковенант на Кирий, то силу рун уже будет связь близких душ, а если стать Никролордом, то рой саранчи. В обращении разработчиков говорят о легендарном поясе, но эту силу рун можно будет применять и на другие части экипировки, хотя пока без уточнения на какие именно. Ну и здесь также присутствует забавный мемасик.